Знание приносит счастье человеку, человек становится счастливым, расслабленным, ненапряженным, он может любить и может жить долго, это результат знания. Если человек, допустим, что-то изучает, в результате он получает инсульт, инфаркт и становится злым и ругается со всеми, говорит, да я, я академик, понимаешь, что ты мне рассказываешь вообще тут. Вот, ну то есть человек вот так себя ведет, это значит, что он получил не то знание, это знание испортило ему жизнь, то есть процесс познания совершался неправильно, он не привел его к счастью, он привел его к страданиям в результате. Человек хуже себя чувствует, чем до этого. Таким образом возникает Доша Пита. Что такое Доша Пита? Пита означает деструктивный огонь. А Доша, ну Пита означает огонь, а Доша означает деструктивный, Доша Пита означает деструктивный огонь. Что такое Доша Пита? Это на первом этапе человек чувствует ему жарко жить, некомфортно. Жар также проявляется в виде повышенной чувствительности. Часто, вот допустим, у мужчин жар в основном идет в тело, и мужчина чувствует, что жарковато жить, тяжело спать, жарко. Ну, у женщин тоже так может быть. А при нарушении процесса познания у женщин увеличивается чувствительность. Они не могут слышать звуки, не могут смотреть свет яркий, не могут эмоции терпеть, не могут терпеть людей и так далее. То есть, вот это повышенная чувствительность или гневливость у мужчин, излишний жар в теле или гнев в разуме. Гнев — это энергия разума. Гнев в разуме или огонь такой деструктивный. Эмоциональность, эмоции, когда зашкаливают, это деструктивный огонь чувствов. В основном у женщин проявляется. Гнев в разуме в основном у мужчин. Гнев в чувствах приводит к обиде. Гнев в разуме приводит к гневу или злобе. Все это в конечном счете приводит к гневу, раздражительности, эмоциональность. Все это зарождение до шипиты. Потом она дальше уходит глубоко в организм и начинаются воспалительные процессы в организме, которые потом при длительном скоплении этой энергии превращаются в аллергии, кожные болезни, превращаются в сильное нарушение иммунитета и хронические простудные заболевания. А также такие болезни, как туберкулез, сифилис, СПИД, болезни нарушения иммунитета. А также такие болезни, как бронхиальная астма, сахарный диабет. Все это болезни жара или неправильного процесса познания. Когда человек знания не направляет на служение другим людям и не благодарен тому, что он знает, и не хочет принимать знания других людей, как тоже истину, а он гордо относится к тому, что он знает, свою правду ставит выше других, и он несмиренно себя ведет. В результате человек перегревается. И вот возникает у него доша пита в организме. На психику доша пита влияет как отсутствие психических сил. Человек не может думать, не может сосредоточиться. Он ничего не соображает от перегрева фактически. То есть он перегреет вот этой энергией неправильной знания. И существует две аскезы, которые убирают этот перегрев. Первая аскеза – это аскеза, которая приводит человека к спокойствию или принятию чужого знания, принятию атмосферы окружающей, окружающего мира. Это статические упражнения. То есть видите, мы статические упражнения, можно убрать статическое напряжение в теле, и можно также убрать определенный тип жара, который возникает от непринятия. То есть когда человек делает статическое упражнение, он одновременно увеличивает спокойствие и принятие у себя внутри. Спокойствие приводит к тому, что он убирает душу вату или напряжение, а принятие приводит к тому, что он убирает душу питу или жар в теле. И второй тип аскезы, который дает возможность человеку убрать неправильную энергию познания – это пост на воде. Что такое пост? Это определенный вид ограничения, который приводит человека неизбежно к тому, что человек начинает питаться энергией природы в более тонком виде, чем он питался до этого. Ну то есть смотрите, другими словами, мы используем пищу в очень грубом виде. То есть мы ее просто поглощаем в чью-то жизнь. Ну то есть любая еда, даже когда мы едим овощи, это означает, что мы кого-то лишаем жизни и лишаем возможности жить. Допустим, если мы едим семена, то мы лишаем возможности жить. Если мы едим пророщенные семена, то мы лишаем возможности жить, лишаем жизни. Потому что пророщенные семена означают уже живые существа, а просто семена, там еще жизни нет. Но возможности жизни мы лишаем. Когда мы едим яблоки, то мы лишаем возможности жизни. потому что яблоко нужно для семян которые потом днем прорастают когда мы едим корни корнеплоды мы лишаем жизни самой потому что корень корни находится жизнь живого существа когда мы едим вершки вот эти вот всякие зелень то мы лишаем возможности жить они жизни потому что в них не содержится душа находится у растения корнеплоде и так но при этом когда мы решаем возможности жителей жизни самой растения то они не сильно страдают потому что их жизни она находится в неведении то есть растения эта форма жизни такой жизнь без сновидений то есть сон без сновидений то есть этот глухой сон такой вот когда мы допустим находимся в состоянии глубокого сна то мы находимся в это время в таком же сознании в котором находится растение всю жизнь вот а когда мы решаем жизни животных то мы тогда решаем живое существо другой формы жизни называется сон со сновидениями или яркая более яркое осознавание себя в это время душа страдает когда она после смерти тела выходит из тела она свои эмоции страдания переносит на человека который съел ее тело или животное которое съела его тело и в результате получаются за это ответственность придется нести ну то есть за это придется страдать поэтому ведическое знание не рекомендует есть мясо вообще потому что мясная пища это пища более низкого порядка она предназначена для выживания вот когда допустим у людей больше нечего есть а такое было реально допустим даже 300 лет назад в сибири зимой выжить без мяса было очень сложно были только солености сушености всякие растительные и молоко свежее в принципе можно было выжить но сложнее поэтому люди ели мясо из необходимости а сейчас такой необходимости нет потому что кругом куча продуктов разных растительных которые гораздо полезнее для человека они меньше вызывают доши потому что доши возникают также от греховных поступков или вот эти вот нарушения движения энергии в организм и так когда человек постится то он свой организм переходит переводит на питание энергии солнца энергии праны энергии природы ну то есть когда человек постится он начинает включать организм на то что организм вот в тонком виде пищу в себя впитывает и это впитывание в тонком виде пищи или энергии чистой энергии праны энергии солнца убирает жар в теле и нужный жар потому что в это время мы еще пьем воду а вода сама по себе охлаждает то есть происходит то что мы впитываем себя энергию и при этом она соединяется с холодным воды в результате происходит такое омовение организма чистой энергии которая убирает излишний жар в результате пост охлаждает человека остужает его от души пит и или деструктивной энергии которая на первом стадии вызывает просто жар в теле на второй стадии воспалительные процессы все вот гастриты слово it означает воспаление холецистит панкреатит гепатит там не прит там и так далее вот эти все и ты убираются благодаря двум вещам посту на воде именно на воде потому что когда человек постится насухо то он не уменьшает жар в теле а увеличивает понимаете он увеличивает жар или тэджис ну то есть что такое тэджис это это есть энергия знания тэджис это такая энергия которая исходит от солнца и она на полной энергии знания или света но при этом надо знать что спаститься насухо может только очень здоровый человек потому что увеличение энергии тэджиса приводит к другому процессу влияния на токсины токсины или жар в теле это одно и то же просто есть два как бы варианта воплощения жара в теле один вариант жар остается в тонком виде на второй вариант он соединяется с химическими веществами в организме и превращается в активно действующие химические вещества которые мы называем токсины поэтому когда тэджис вырабатывается от сухого поста в организме то такси токсины начинают сгорать более опасным методом ну то есть фактически на токсины идет воздействие такое что они превращаются в менее такие так сказать активные токсины но при этом потом же это все надо из организма выводить когда человек поститься на воде то все параллельно выводится то есть человек токсины просто берет не нужно и выводит а когда человек поститься насухо то он их не выводит а сжигает вот этот процесс сжигания токсинов он нужен когда более запущенные стадии формирования токсинов превращаются эти токсины превращаются доброкачественные опухоли или злокачественные опухоли а вот здесь уже как раз процесс сжигания и необходим но понимаете только у здорового человека если человек вообще ну у него зашлакованы каналы ну то есть у него неправильно работает организм то пост сухой приводит колоссальным разрушительным последствиям это тоже самое как человек начинает бегать из подготовки длительной дистанции тоже может сильно повредить организму точно так же и человек который поститься на сухую неправильно без вниз ну не организм нездоровый то это может тоже привести колоссальным разрушительным последствиям но тем ни менее существуют определенные способы как человека вводить в сухой пост если у него есть доброкачественная или злокачественная опухоль для того чтобы сделать так чтобы уничтожить эту опухоль или амиас ослабить его влияние на организм это другая тема который мы сейчас не будем касаться но вы сейчас узнали что для того чтобы до шупит у организма или излишний жар вывести для этого нужно пользоваться двумя типами аскез любое нарушение энергии сознания будь то до шавата или до шапита или еще другая доши которые мы тоже будем изучать сегодня они все требуют двух аскез сразу вот допустим если у тебя излишний жар в теле или гневдивость обидчивость повышенная чувствительность ранимость кожные болезни аллергии воспалительные процессы в организме все это означает что у тебя нарушен процесс познания и это лечится с помощью статических упражнений и поста на воде двух действий которые тоже мы будем очень детально изучать с вами итак мы с вами разобрали энергию вечности энергию знания и переходим к энергии счастья энергии любви когда человек неправильно воспринимает энергию счастья не направляет части на других людей а хочет наслаждаться балдеть мечтать этой энергии счастья хочет больше комфорта в жизни а не служение потому что есть два понимания счастья одно понимание счастья неправильно это стремление к комфорту стремление к жилплощади машине стремление комфорту приводит к доши капхи ну то есть есть энергия счастья или отжиз на санскрите это называется отжиз то есть когда энергия счастья вселенская застывает внутри психики человека то она превращается в энергию продлевающую человеку возможность жить ну то есть есть энергия которая движет жизнью это прана а есть энергия которая дает жить возможность вот допустим когда у человека много болезней и врачи смотрят насколько у него много отжиза в организме отжиз это такая резервная энергия которая дает возможность лечить человека долго справляться с его болезнями не приводить организм в нересурсное состояние то есть отжиз это такой резервная энергия в организме которая дает возможность человеку вылечить болезни или женщине дают возможность выносить ребенка вот если уже энергии отжаса не хватает в организме то она не может зачать ребенка выносить его и родить для этого нужна энергия отжаса энергия отжаса она копится то есть энергия отжаса или счастье купится от того что человек правильно относится к жизни ну то есть если человек служит другим желает всем счастье то у него энергия отжаса она правильно функционирует в организме а когда человек соблюдает режим дня то у него энергия отжаса откладывается в организме ну то есть допустим если женщина поздно ложится спать или поздно встает с постели то тогда в этом случае она не может просто элементарно зачать ребенка я вчера висентуках вот здесь где я нахожусь читал лекцию и одна женщина меня спросила почему я не могу забеременеть я ответил во сколько вы спросил его сколько вы ложитесь спать она говорит очень поздно игры у вас сгорает энергия отжаса в организме у вас излишний жар в теле и поэтому вы не можете зачать ребенка потому что вы неправильно живете когда человек не соблюдает режим дня особенно женщина то он лишается энергии отжаса наступает душа пита душа капха душа капха или неправильное соединение энергии счастья и горизон когда энергию счастья эксплуатируют используют ее для своего комфорта в результате копится энергия которая приводит человека к сокращению продолжительности жизни и сокращению счастья человек становится несчастным у него увеличивается лишний вес увеличивается токсины в организме увеличивается доброкачественные злокачественные опухоли появляется депрессия вот это в результате неправильного соприкосновения с энергией отжаса ну то есть когда человек слишком много счастья себе хочет то это превращается в жадность жадность в теле откладывается в виде лишнего желания есть особенно не вовремя в результате когда человек жадничает в течение дня он несчастье не отдает другим а хочет себе то он объедается на ночь в результате объедания на ночь у него сразу же уменьшается энергия отжаса и она превращается в душу капху что такое душа капха это слизь в теле жир лишний вес депрессия то есть душа капка бывает как на грубом плане так на тонком на грубом плане это слизь в теле или токсины а на тонком плане это лишнее на грубом плане также это лишний вес ну то есть понимаете что такое слизь это доши капха а токсины это уже душа пита но как они связаны когда слизь в теле есть и ты еще по нервничал погневался это превращается в токсины уже ну то есть слизь соединяясь с энергией огня превращается в токсины и токсины означает разрушение организма это яд ядовитые вещества которые рушат человек организм доши капха внутри психики превращаются в депрессию человек становится инертным тупым пессимистичным пассивным ему очень трудно поверить что у него все получится в жизни это результат доши капки как увеличивается доши капха встал позже допустим по 6 утра встал доши капха копится купится лишний вес копится депрессия слизь поздно лег увеличивается лишний вес токсины слизь ну то есть когда ты поздно лег у тебя это увеличивается через неправильную работу организма то есть когда человек поздно ложится спать у него нарушаются гормональные функции а когда человек поздно встает вот у него и копится все это время то есть это одно другим связано если человек поздно лег спать то у него два варианта или рано встать и при этом не выспаться что сокращает продолжительность жизни и тоже копит токсины или второй вариант это поспать стать позже у него дождь копится тоже токсины доши кап то есть самый лучший вариант это рано ложится рано вставать а когда это человек делает когда он уважает время если человек времени уважает он Он думает, когда хочу, тогда ложусь и встаю. Тогда он получит накопление, уменьшение отжаса или резервных сил в организме. Накопление Доши, Капхи означает лишний вес, слизь и депрессия. Вот думай, выбирай, что ты хочешь в жизни. Правильно жить или неправильно жить. Все это зависит от знания, которые мы с вами изучаем сегодня. Каждый день человек сдает экзамен, который определяет, как он будет жить в следующей жизни. Если человек рано утром встает, то он получает себе благоприятное рождение. Вот эти ранние вставания, правильная молитва утром, правильное проведение утреннего времени на пятерочку, когда утро провел, то это откладывается в свои возможности родиться, правильное рождение получить. Когда ты на пятерочку дневное время провел, то есть трудился на благо других в это время, всем желал счастья, ни с кем не ругался, то тогда ты зрелость или юность, или зрелость проведешь хорошо в следующей жизни. А когда ты на пятерочку вечер сдал, то старость у тебя будет хорошей. Таким образом, каждый день мы сдаем экзамен для будущей жизни, и самое важное – это рождение. Если ты, допустим, родился в теле собаки, то тебе все равно уже, какой у тебя будет зрелость и старость. Хореком жил, хореком и помрешь. Вот, понимаете, то есть здесь уже как бы человек не сильно выбирает. Поэтому рождение важнее всего. Надо родиться как минимум в человеческой форме жизни, хотя всего существует 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни. Допустим, человек – это одна из этих форм жизни. 400 тысяч только разумных. 8 миллионов во Вселенной. Не на Земле, а во Вселенной. 8 миллионов. У нас, видите, на Земле только одна разумная форма жизни – это человечество. А всего их 400 тысяч разумных форм жизни. И человечество – одна из самых неразумных форм жизни во Вселенной. Есть много-много тысяч видов разумных форм жизни во Вселенной. Гораздо более разумных, чем мы с вами. Мы знаем из Веды, нам вкратце описывают, что какие-то из них описывают нам вкратце. Мы знаем что-то о том, какие бывают разумные формы жизни. В Ведах об этом говорится вкратце. Мы с вами не будем сегодня касаться этой темы. Мы говорим с вами о том, что нам хотя бы людьми остаться, родиться людьми, и то хорошо, понимаете. А что уж говорить о том, чтобы ангелами, допустим, родиться, это вообще крутизна. Поэтому цель человеческой жизни все-таки заключается в том, чтобы сдать экзамены, не попасть в ад, родиться в разумных формах жизни каких-то. И это описывают Веды, описывают это в разделе закон кармы или законы судьбы, которые, в принципе, тоже известны, даже были советским людям, и даже советским певцам различным некоторые втихаря изучали ведическое знание. И поэтому в доступной форме людям это потом предлагали, это знание. Субтитры создавал DimaTorzok